сегодня 2 сентября время 7 часов я закончив с домашними делами поехал пить чай в парк наталка заехал японский сад и тут вот уже почти перед въездом парк решил проехать по газону он видно что недавно скошенные я еду по стерне и чувствую как странно хрустят мои колеса вот и стерня точнее ошметки обрывки чего-то липнуть к покрышкам как они могут липнуть покрышки антипрокольные не очень толстая там 65 миллиметров толщина вот на ходу то я не вижу что-то мелькает и вдруг я понял это якорец боже такой смертельной плотности вот гроза велосипедистов вот его шип вот его шип позже как больно данван зайца в палец вот так руками вынимать не очень приятно вот шип если бы я был на обычных покрышках то покрышку можно было бы выкидывать а вот отдельные шипы они впились мне в перчатки хорошо можно рассмотреть на фоне черного материала здесь все покрыто якорцом вот он какой наконец-то его рассмотрел во всей его красоте и силе вот это растение ползучая вот какие у него листочки вот какие у него иголки вот какие большие и колючие у него плоды я так понимаю это плод огромный злой невероятно еще не засох тут на этом газоне миллионы вот таких колючих колючих шаров просто миллионы я даже думаю к подошве якорец прицепился да да вон к подошве как но это уже потом я вымой его с подошвы я даже не знаю не проявить ли мне осторожность не вытащить или из покрышки эти свои колючки хотя покрышку тяжело пробить и корцом я даже бы сказал невозможно вот но все равно у меня какое-то тревожное ощущение тошнадо боже прошлый раз я получил 8 проколов так вот попал да вы прокололи оба ты не корец вы знаете что это да это растение называется и корцом у вас задняя передняя у вас только вы уже вынули для колючки молодцы да но у меня анти прокол у меня 66 миллиметров толщины понимаете или 5 вот я теоретически не могу пробить и корцом поэтому я и езжу на таких покрышках но это теоретически я никогда не пробивал вот у меня здесь не знаю там ну в полсотни их наверно у вас сколько было много наверно все обисло да значит я вам что скажу я прошлый раз ездил на обычных как у вас покрышках у меня было в одном колесе 8 проколов вот и я устал его заклеивать камеру и просто заменил потому что ты заклеиваешь на второй обнаруживается что у тебя там еще маленькие прокола вы поняли вот и надо из самой покрышки вытаскивать иголочки это надо желательно пользоваться каким-то инструментом может быть лупой чтобы хорошо рассматривать они бывают почти незаметно надо вот так вот все рассматривать вы понимаете прощупывать и с той стороны протирать смотреть где остальное появилось и это это будет вам серьезный урок вот и большая наука поэтому струди поменять тут не поможет мне не помогло я две камеры потом проколол в конце концов сел с лупой все вычистил но я знал но все равно же хочется побыстрее вы поняли ну а как выход купить антипрокол антипрокол это что это антипрокольные камеры вот есть такие если хотите недорогие китайские фирма чао янг есть рай но скин шкура носорога рай на скину кожа рай носки вот она стоит 500 гривен покрышка по сравнению до камера покрышка по сравнению с европейскими намного дешевле катает без конца она немножко тяжелая да но таких уже у вас не будет приключений как сегодня камеру не знаю если вы все вынете из покрышки все иголочки будет то может быть вам удастся эту камеру использовать еще раз вы ее заклеите и больше ничего не появится но если вы поместите в те же покрышки да а там останутся иголочки вот это камера может быть уже сейчас повреждена во многих местах но они пропускать еще вы поняли но уже повреждена поэтому вот так вот это серьезное предприятие то есть вы попали реально ну вот в халепу в реальную халепу а идемте я вам покажу рассмотрите хоть икорец чтобы на будущее знать он везде вот это вот зелененький это икорец вот смотрите какой вот посмотрите это растение оно стелющиеся она вот так вот на крышку люка легло и посмотрите руками попругать потрогайте что это за ужас это просто ужас вот ведь здесь наверно миллионы колючек на этом газоне о запросто прокалывает согласитесь все что хотите а какой принцип вот этих ранее там резина положено вот таким слоем красная другого цвета вот таким условием 5 миллиметров до сверху на покрышку обычная резина вот толстая ну вот и все за счет толщины за счет толщины да не может и проколоть иголка она застревает не будет кататься наверное долго вы поняли может быть всю жизнь а может быть через год все-таки проколит но у меня такого не случалось у меня железо прокалывало я уже видел по определенным примером что она каталась месяцами это скобка вы поняли и в конце концов она прокалывала толще резины да и то не сильно и она долго месяц еще царапала своим концом камеру вы поняли и в конце готова ноги продирала но не сразу никакого взрыва не было медленно так сдувала с днями ничего да но я выну конечно потому что на это уже страшно смотреть да спасибо за консультацию все якоро есть посмотрите в интернете да с преднего колеса я уже вынул все иголки ну и на заднем немало на переднем было неимоверное число нервы уже болят руки пальцы все сколоты я помню когда ездил в одессу у меня были такие вот случай неприятный хорошо что я запасе держал пять покрышек что ли камер точнее запасных я не ленюсь поход брать побольше подобных вещей и за один день я израсходовал все что было все пробил за несколько часов можно сказать и даже клеев кое-что что не хватило целых камер я сначала отнесся легкомысленно вот так быстренько почистил покрышку а мне остались иголки вот потом я уже вынужден был все оставить взять лупу у меня была лупа и целый час рассматривал покрышку переднюю и заднюю на этот счет вот так вроде порядок куда-то еще много пьется еще ботинок носок может природа создала вредное творение газон ведьмин газон мы его назовем нарекаю тебя ведьмин газон здесь ведьма какая-то живет рядом в этих домах точно ее проделки сейчас помою руки в фонтане у меня с собой есть немного мыла поздороваюсь профессора мне он очень нравится особенно вот эта композиция выразительный восхищенный ученик профессора великомысленно это такие маленькие маленький ученый Буратино у Буратино был брата которому история умалчивает он не был такой разбышака как известный герой он был ученым читал умные книги но сказки не получилось хороший был мальчик вдумчивый ответственный а история не вышла никакой про него не остался он в памяти потомков в отличие от своего беспутного брата ну что ж такое а почему ж так нехорошо ну вот только какой-то скульпт вдруг об этой истории как-то проведал один единственный на земле так водичка какая-то здесь непонятного ответа у боже мне уже все мерещится эти колючки зря они мне мерещатся здесь рюкзак не покрыт снизу кончики колючек застряли у меня в подушечках пальцев и сами колючки обломились и котики застряли отнувшись в кожу поэтому так неприятные неприятные ощущения рождается от этого все прелесть я полоснул мольные руки в воде фонтана но это не испортило воду оказывается о боже здесь колючка у меня черт кусается ли еще что-то оказывается вода в фонтане под цвет мыльной воды это как бы слегка мыльная она такая мутноватая так что все пришлось в свет и в масть я не помню успел ли я сказать что именно такие вот приключения с икорцом и привели меня к выводу что я буду ездить на что я стал ездить на антипрокольных покрышках тяжелых но но защищающих камеру я много лет уже езжу вот если я ездил в шестнадцатом году в семнадцатом у меня уже да были антипрокольные покрышки в восемнадцатом не с тех пор я очень редко на грунтовой покатушке езжу на какой то другой резине бывает да весной можно ездить на обычной пусть и водится может ездить там нет и хорца угол осеева в принципе можно ездить весной на на обычной резине ну и на старую колючку если нарвешься то проколешь себе колесо так здесь пьем чай так здесь пьем чай смеркается поеду я по набережной на подол там поднимусь по андреевскому спуску в охотку здесь второй путь ехать через оболонский остров но что-то сегодня мне хочется в центр и уже по большой житомирской отправлюсь к дому кто-нибудь потом так жалуется жалобно жалобно жалуется знатные петуньи в этом году конечно вообще пахнет слабый но ощутимый запах у у у а вечер конечно отличный здесь новое полотно положили просто прелесть а не езда тоже что творят кто такой скорость проносятся по этой полосе как будто уже в нашей стране в Польше нет никаких законов ну ладно, мы паноциклисты а тоже еще и легковые автомобили в черте а вот и наши друзья салют ну вот видите на опыте теперь вы знаете как лучше счастливо ну вот ребятам лучшая доказательства антипрокольных покрышек многие их избегают потому что тяжелая лишний вес почему-то почему-то многие так обещают велосипеда заботятся но у меня чисто там 14 килограмм ну а если он будет 20 что тут такого мне как-то безразличны лишь бы все что надо для покатухи минимальный набор не широкий но минимальный у меня был с собой всегда а уж вес это дело такое вон есть толстые люди весят 100 килограмм катаются тоже одессе думают велосипеда они о своем собственном а я предположим вешал 74 сейчас вот 25 килограмм у меня на 25 килограмм у меня меньше зато на 5 больше снаряжения простая математика боже как в теплой воде купаешься здесь асфальт разогрелся а он видимо хорошо аккумулирует тепло не видимо а он хорошо аккумулирует тепло и сейчас отдает его воздуху мы у Киева Могилянки уезжаем на Драктовую площадь Киева Могилянская Академия Долго я пил чай они столько прошли ребята ну я в таких вещах конечно не стараюсь быть торопливым не стараюсь быть суетным пить чай это у жнецкий ритуал одна пара что ли или это вообще рекламный пуск да это рекламный пуск никого в кабинках нет но уже пока красок крутилась появились желающим кассы о боже недавно видел как такого сбила машина скутериста с розовым фреймом это какой-то японский ресторанчик что ли вот японская кухня закупила такие скутеры для себя доставка при японской кухне ну его конечно повредила скутериста несчастного забрал скорая сломала ногу что-то в этом ноге скутер какое-то время лежал на дороге я подошел поинтересовался я надеюсь на утешительница сейчас гусева куча сейчас если ты с белым билетом как полиграф полиграф то можно найти себе хороший не ясно молодой главное хранение иметь и на колчаковские фронта не ходить теория Дарвина неправильная свой геном будут передавать те кто остался явно я всегда чурил что она не такая правильная как ее хотят представить что такое попытка грабежа попытка ограбления теперь это так называется да все ясно мы фоткались кота хотели унести это точно я его сам хочу унести поэтому моя фраза своего рода продекшн проекция социальных мыслей хочется мне этого кота стащить а не знаю почему бугакова нет не хочется да он и тяжелый попробуй его утащи так а там можно тоже некорец даже на берегском спуске это что ж надо что это за стуль трактор там трудится м м м м м м Я подумал, сколько путешествий из-за войны пропущено. Но зато сейчас можно заняться подготовкой какого-нибудь нового. Здравствуйте. Да, это я про путешествия. Создать маршрут, план погрузиться в книжки. Это будет интересное дело. Спасибо. Я поеду вслед за этим велосипедистам. Вчера я был у мосту нашего мэра. Сегодня подъеду к беседке. Спасибо. 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 Впрочем, скоро совсем будет темно. Что-то удивительное. Спасибо. 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 Света нет.